Инвестиционная привлекательность Дзержинска напрямую связана с проблемами экологии города. Проще говоря, чем быстрее начнется рекультивация всех черных дыр, белых морей Центра химии страны, тем быстрее придут инвесторы. В конце января этого года подписано постановление о федеральном финансировании рекультивации Белого моря. Шлам-накопитель Белое море образован в 1973 году и был предназначен для складирования отходов хлорных производств государственного производства капролоктам, который сейчас закрыт. В настоящее время шлам-накопитель Белое море заполнил на 97%. И согласно уже проведенным исследованиям, отходы в Белом море относятся к четвертому классу опасности и характеризуются как малоопасные. Именно поэтому рекультивация на Белом море займет несколько лет и будет проходить в шесть этапов. Первый, к слову, уже начался. Сейчас укрепляют берега дамбы. Специалисты уже сняли плодородный слой почвы и завезли 62 тысячи клубов песка. На это потрачено 39 миллионов рублей. В течение года пройдут основные работы по рекультивации. В общей сложности только на Белое море федерация выделит миллиард 250 миллионов рублей. Этого хватит, говорят Дзержинские, на обезвоживание вредных веществ, а также постройку саркофага. А в 2015 году на этом месте планируют построить гольф-клуб. Вот одна из реальных заявок, которые говорят, у нас в поле практически в Белорусской области хороших под гольф нет. Гольф-клуб, хотя здесь как один из вариантов. Такие меры, считают правительство области, станут стимулом для инвесторов, готовых вложить средства в производство и восстановление всех уцелевших цехов государственного производства бывшего капролактама. Есть преимущества абсолютные этой площадки, особенно для малых и средних предприятий, потому что малые и средние предприятия не имеют тех оборотов, чтобы обеспечить полностью функционирование отдельной площадки. Каждый резидент дает и свои объемы, свои рабочие места. Области это крайне выгодно. Почему? Потому что наши основные налоги – это налог на прибыль работающих предприятий, налог на доходы физических лиц. На территории бывшего капролактама уже летом прошлого года был открыт технопарк АК Полимер. Сегодня глава региона ознакомился и с планом строительства нового современного цеха по производству пластиковых деталей для внутренней части автомобиля – Барышев-Пластик-Рус. Это совместное немецко-русское производство. Общий объем инвестиций составил 20 миллионов евро. Почти целый год мы искали площадку для того, чтобы организовать производство. И мы пришли к выводу, что нам подходит именно этот индустриальный парк по нескольким причинам. Во-первых, Нижний Новгород находится недалеко от Калуги, где расположен завод по производству Volkswagen, куда мы сможем поставлять наши детали. Здесь мы сможем сэкономить наши логистические средства. И еще здесь мы нашли высококвалифицированные кадры для нашего завода. Такого же положительного мнения придерживаются и другие 9 резидентов технопарка. Кстати, планируется, что АК Полимер станет одним из крупнейших технопарков в стране, где на территорию 300 гектаров смогут начать свое производство зарубежные российские компании. Сейчас ведутся переговоры с 7-10 компаниями. Им предлагается не только логистически удобный вариант размещения, но и поддержка со стороны правительства области. Екатерина Снапкова, Михаил Градников, Объективное ННТВ.